всем привет дорогие друзья всем привет это прямой эфир у нас сегодня в гостях сергей митрофанов и мы будем говорить о том как создать стартап в прямом эфире мы будем говорить о том если мы остались дома что нам нужно делать чтобы запустить какой-то стартап вообще изменить жизнь свою когда ты находишься дома это самый важный момент который вообще происходит сейчас в нашем мире серёжа привет привет рад тебе видеть мы давно с тобой не общались это бывает пару лет да хотя на самом деле такое ощущение что вот-вот ты уже как будто и здесь я наблюдаю последнее время ты был постоянно в разных переездах везде в россии в мире как дела дела нормально работаем развиваемся двигаемся вперед какие варианты еще могут быть сейчас вариантов на самом деле есть очень много притормозить задуматься жизни начать работать я тебе скажу так же если вы до этого не задумывались о жизни наверное на у вас какие-то проблемы по жизни вполне может быть но ведь большинство людей которые говорят мне некогда когда я буду думать о жизни у меня дети у меня муж у меня работа там еще что-то никогда думать о жизни но я бы сказал что это и тоже есть жизни нельзя исключать это все то есть вопрос один из самых сложных задач любого из нас жизни это баланс как совместить все там еще друзья не знаю просто какие-то свои хобби то есть придумать вариантов чего у нас в жизни может быть или хотелось бы совершенно несложно вот сейчас у нас допустим решили приостановить тему с названием офисная деятельность я бы даже не назвал эту работу офисная деятельность я сразу вспоминаю твою презентацию когда ты говорил о том что будут стоять пустые билдинги ну я думаю превратят наверно красивые апартаменты в конце концов все таки во первых расположение хорошее большинство офисные здания да москву сити если посмотреть или белую площадь и так далее то есть в принципе нормальная локейшн для слушай буквально вчера мы разговаривали с одним интересным спикером он говорит ладно я понимаю что людей перевели из офисов домой и они нашли в себе какие-то силы работать дома но вот как их забрать загнать обратно если они смогли эффективно работать дома а это кстати один из самых больших вызовов который нас ждет через полгода наверное все таки я думаю летом все отдохнут от этой сумасшедшей гонки отпускание ты не отменял я очень надеюсь что мы сможем да погреться на солнце и не будем оставить у себя кварцевые лампы дома чтобы загорать вот но это переосмысление очень серьезно я бы сказал что в хорошем смысле да я не хочу это глупо говорить о ситуации когда умирает тысячи людей да оно как-то не было бы счастья да несчастье помогло и переосмысление пойдет очень большое действительно и с одной стороны появится много возможностей с другой стороны появятся новые ограничения которых не было до этого в том числе ментальных ограничений да допустим общение между людьми да как общаться с кем общаться с кем нельзя общаться почему да извините если на фоне будут слышать это же прекрасно мы говорим как работать из дома поэтому я из дома да сколько твоему малышу сейчас на глазах искать и познакомились женились родили но двоим обеим у меня два и восемь девять это двойняшки да круто то есть всего три года назад еще этого всего не было раз и такой стремительный всплеск это прекрасно поэтому но изменения нужны да они позволяют меняться нам становиться лучше как я надеюсь да на все таки изменения ведут тому что большинство людей становится лучше только единицы портятся во всяком случае так сказал скажи пожалуйста можно ли дома запустить стартап можно допустим научить детей подметать пол на самом это стартапом маленьким но это шутка шутками давай так скажем так можно ли не выходя на улицу запустить да это стартап я думаю это можно сделать вполне реально то есть если мы возьмем нынешнюю ситуацию давайте я бы так сказал для этого надо сделать несколько шагов во первых если вы все еще работаете и вы получаете зарплату надо выполнять все равно часть функции но для большинства из больших городов допустим да кто появилось лишних два два с половиной часа как минимум как минимум точно да да это на дорогу я не беру переговоры с как коллегами количество безумных совещаний которые исчезли совещания все равно сейчас появится там не знаю распечатать бумагу подписать побегать по этажам то есть думаю что три часа дня точно воспользовалась ваше процента я в то же самое не хочу агентировать все бросили делать стартапы я в это не верю но те кто хотят себя попробовать у вас появилось на период долгожданное время а когда я позанимаюсь своей идеей любой да ну если так уж шутить в прошлое 12 лет назад когда у нас был кризис 2008 года по моим ощущениям да самый популярный стартап который запускали а многие это было варить мыло не знаю помнят или нет да там появлялись постоянно кто-то варил мыло кто-то предлагал с ума все сошли в принципе мыло сейчас больше нужно для санитарии в 2008 году но какой-то всплеск был да и кстати 2008 год и кризис дал толчок многим а в том числе моим друзьям переосмыслить себя и осмыслить как они будут развиваться дальше то есть я бы начал не с запуска стартап я бы начал первое немножко отдохните у вас три часа появилась не знаю там что вы мечтали делать посмотреть выспаться посмотреть недосмотренные сериалы и фильмы если вам позволять то есть первое отдохните потому что на перегруженную и замороченную голову сложно думается да второе вспомните свои идеи вспомните свои идеи просто запишите их именно запишите не надо составлять бизнес-планов или пич пичи как мы вечерные инвесторы говорят я просто напомню что я являюсь партнером вечерного фонда да не надо никаких сложенных систем просто запишите те мысли которые у вас были и отложите еще на да еще на один день отложите чтобы доделать то что вы не доделали пошел откладывать мы с тобой встречаемся да то есть наверняка у вас много мыслей и идеи любые могут быть как сделать лучше в том бизнесе в котором вы работаете да может быть вы придумали что-то потому что вас перевели на домашнюю жизнь и вы чувствуете что современные инструменты дистанционной работы не помогают карьеры плохо ходят не знаю у вас может появиться совершенно новая идея которых вы думали до того как вы пять дней в неделю там с десяти из девяти до пока не уедешь из офиса это называется занимались на своей работе я говорю опять же обращаясь наверное не к тем кто уже предпринимательство тем кто ищет себя это нормально это хорошо и возможность создать что-то что-то любишь как говорится если вы найдете любимое дело вам не придется работать вам придется на работу работать вам придется ты наверно в этом поддержку меня поддерживают все кто запускали свой собственный бизнес итак у вас появился набор идей вы их записали отложили хотя бы на один день чтобы они не лезли в голову таким что мы так хотим мы делаем простую оценку сил и возможности что надо понять да во первых идея может быть хорошая нашим вашей компетенции да вы всю жизнь занимались допустим продажами вы супер продавец сейчас ваш рынок туризма обвалился но вы видите да как плохо создана айти систему booking ком что-то мне не хватает да ну допустим почему нет нету непогрешимых бизнеса да но не смысле вы будете убийцу booking.com делать делать что-то что ли будет удобнее не надо делать убийцу booking.com гугла там яндекса и прочее это самая наверное глупая затея которая у вас может быть сделайте то что нужно миллионам а там рынок уже решит кто кого бьет допустим вы занимались туризм вам не нравится но вы не айтишка специалист да вы специалист в области туризма тогда вас сразу встанет вопрос в этой создании айти продукта у меня нет компетенции то есть мне надо нужно то-то нужно то-то кстати я уже придумал новый стартап только что доля может хорошо работать в период как раз не стартап я придумал идею бизнеса да она давно-давно много раз вызревала но вот именно сейчас она может работать это мэтчинг компетенции я в туризме мне нужен разработчик да давайте вот мэтчимся да потому что второе не бросайтесь изучать кодинг программирование вы потратите время да просто спросите пускай вам поможет профессионал чем вы сами будете мучиться у вас есть другие компетенции особенно если вы там 35 даже три года в одной отрасли вы уже становитесь очень хорошо профессионалом потому что для автоматизации допустим наверное сейчас если мы ловарили 2008 то сейчас мы будем заниматься информацией самого себя допустим важно для автоматизации важно не знание кодинга да программирование интерфейс строения важно понимание всей логики логики очень сложные логики многих бизнесов и проработать много времени в них прекрасно понимаете куда как где вы можете найти улучшения причем это не обязательно большие улучшения будут быть небольшие улучшения дальше может быть вы нашли каком-то оффлайн процессе возможность улучшить этот оффлайн процесс не да может вы решили вы любите делать печь печенье и вы решили кстати то что сейчас происходит я бы не надо может быть и назвал бы это прямым бизнесом но это первый шаг да у меня друзья общался с друзьями из барселоны у них больших на витажных домах люди начали не то что продавать они предлагают выпечку на улицу выходить нельзя предлагают выпечку в подъезде да это кстати да есть пару стартапов такого плана которые нанимают людей типа домохозяек которые кормят бедных голодых студентов в подъезде альтернатива ресторанам но сейчас это возможность да вы делаете обалденное печенье почему нет почему не делать это печенье и просто там даже не нужен никакой фейсбук инстаграм у вас есть прекрасный одноклассники видит доски в вашем подъезде около консьержа повесьте квартиру позвоните и мы вам принесем там как передавать это уже можно решить через какой-нибудь там это да да вы развиваете свою компетенцию тоже потому что появление вот подобных частных небольших производителей печенек и прочего оно начиналось не с того что завод покупался да начиналось с того что ребята вы делали угощались для себя для себя друзей да то есть может быть это будет такой маленький старт может это не будет там фабрика печенье вы аурео бренд не победите но вы победите себя в первую очередь попробуйте делать что-то свое не обязательно сразу платить просить деньги кстати это один наверное важных вопросов именно в коротком периоде сегодняшнем да это вопрос сколько платить просить денег сколько брать брать не брать платить не платить важно помнить что сегодня мы находимся в состоянии когда встал весь это назвал вся система экосистема урбанизированных жителей она встала привычная да даже если вы домой заказывали еду раньше то сегодня совершенно другое вы могли всегда сходить ресторан там легко да я опять же не говорю что мы каждая страна решает по-своему да вот у меня друзья в барселоне жестко сидят по домам и спокойно работают в россии немножко другая картина окей каждая страна решает сама каждый человек решает сам я бы так сказал здесь не не правительство здесь решаем мы с вами в любом случае этого тоже возможно но вращаемся к нашему списку да вы прошли свой список подумали что бы вы хотели делать чем вы хотели заняться поставили напротив компетенции то есть может быть опять же не сбрасывайте идеи да как говорится идея ничего не стоит но проработанная идея уже начинает набирать вес это то смотрите да все бы вы хотели начать оставьте три ну если вы освободили от в рабочем дне не два часа пять часов а то оставьте пять идей да допустим которая дальше делать надо ничего пока делать серьезного да дальше делать непростой вариант у вас есть идея начинайте детализировать подумайте кто может это покупать именно покупать да не кому это может быть нужно да а можем это может быть нужно да а прикиньте вот этого человека да просто напишите допустим это мой друг сериал роман который будет мучиться своим брендом через три месяца до перепозиционирования наш я могу предложить сейчас поработать позиционируем это я себя продаю да 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 и вот вы прикидывали этого человека да наверняка в вашем окружении таких людей не один а их человек 15-20 составьте простую анкетку или напишите им у меня есть идея давай обсудим это называется кастом девелопмент или кастдев в стартаповской тусовке если кто не знаком с технологией лин стартап рекомендую отправили вас к этой книге к одноименной книге настольник лиги стартапера предпринимателя боба дорфа и как его стейт бланк да стейт бланка да стейт бланк там все там все это детально описано по шагам но в любом случае вы придумали оставили 3-5 вариантов сделайте кастдев прокачайте каждую из направлений можете даже кинуть в фейсбуке можете мне лично кинуть я на вашу анкетку отвечу если я попадаю в вашу аудиторию вопросы которые помогут вам понять это надо или не надо вообще даже то что это надо как бы это выглядело с глазами людей лучше конечно поговорить то есть наверняка у вашего коллеги тоже два-три часа освободилось так что можете сделать пару-тройку звонков немножко просеять ну для чистоты эксперимента конечно хорошо общаться с незнакомыми людьми это важно да но если нет то ну пообщать сначала со знакомыми проблема друзей в том что они слишком хотят вам помочь и знаете в данной ситуации как раз немножко эффект будет не чистый они будут зная вас они будут пытаться угадывать ответы как чтобы вас не расстроить а вам надо наоборот расстроиться вам надо из этих трех-пяти вариантов откинуть оставить один-два ага лучше один да потому что задача ваша расстроиться по остальным вариантам я постоянно тестирую какие-то свои идеи знаете как неприятно доказывать уже сам понимаешь очевидно все это глупость придумал продолжаешь биться убираться но это нормально пояжет это же твоя идея да вот составьте вот вы поставите идею начинаете дальше прорабатывать более глубоко во первых посмотрите в этой теме что вообще об этом пишут рассказывают покопайтесь в интернете глубоко если вы владеете английским вам еще больше повезло потому что вы можете понять насколько потенциально ваша идея масштабируема за пределы центрального как это федерального центрального административного округа подожди я ЦАО до предела третьего кольца транспортного да вот я считаю с точки зрения на самом деле если мы отойдем от нашего процесса да то мы можем говорить что сейчас важно я не зря говорю допустим вот это третье транспортное кольцо да сейчас можно говорить о появлении нескольких феноменов с точки зрения социодемографических да сейчас появился такой сегмент рынка он очень большой он очень сложный соцген там такой кривой да но он называется это житель мегаполиса онлайн это не просто прописанный в Москве да он мой был прописан в Санкт-Петербурге как у меня было до последнего времени да но житель мегаполиса который живет в этой системе да большого города живет в одном месте работает в другом месте да вот это огромный рынок примерно со схожим поведением мы говорим о крупнейших городах мира куда как раз как Казанистан уходит Москва да это Лондон, Нью-Йорк, Париж Сидней это Шанхай, Москва вот Петербург там на постановом стульчике стоит рядом без обид земляки без обид я хорошо понимаю экономику Санкт-Петербурга и вижу что к сожалению пока мы на постановом стульчике в этом большом мире несмотря на историю и нашего как это амбиции это заносчивый спикерский вот в любом случае это есть большой сегмент и он будет развиваться дальше все равно да хотя есть сейчас один из это это следующая задача так вот придумали идею прокачали среди друзей оставили одну теперь подумайте все-таки о будущем потому что возможно вам придется составлять лист по новым а дело в том что представьте да что ваш бизнес вы запускаете где на вчерашний день он будет развиваться в будущем а к сожалению или к счастью даже может быть то что происходит у нас сегодня в мире оно поменяет наше будущее да то есть вам никто не знает главное куда и как да вот сейчас даже у меня у меня вот сейчас лежит два проекта потенциальных контрактов по бренд стратегии компании хотят меняться если раньше я достаточно четко понимал вот это сейчас я углубленно общаюсь у нас дискуссия идет я являюсь участником мейдинги групп это международное объединение консультантов по брендингу и мы сейчас обсуждаем не то какие модели как и что мы обсуждаем а что будет драйвить бренды следующего как раз наступившего десятилетия да еще полгода назад у меня было совершенно иное видение сейчас я понимаю что мы получаем иной мир мы получаем совершенно новый опыт с точки зрения потребителя с точки зрения партнеров и так далее и уже скажем так если раньше мы играли в цифровизацию то сейчас мы это не можем из этого нам очень сложно будет неотъемлемая часть всей жизни я буквально днем обсуждал тему очень клубного ателье итальянского мы обсуждали как раз что делать им потому что отношение к роскоши изменилось кардинально мгновенно мгновенно да то есть это вещи которые сейчас это отдельная тема можно поговорить на тему бренда роскоши у меня очень много на эту тему опыта и информации давайте вернемся да то есть вам надо понять что ваш бизнес вы будете запускать постепенно вот по шелчку он не запустит даже если вы начнете готовить печеньки да это не бизнес это пока создание потребительского опыта вокруг вашего будущего бренда вот и вот если мы говорим да то есть вам нам надо понять с вами да это наверное то о чем хотелось бы поговорить может быть больше может отдельно сентябрь 2020 март 2021 да когда ваш бизнес уже начнет складываться да система там и так далее что это будет за потребитель ну я очень первое предполагаю что это однозначно то что я говорю вы должны быть технологичной компанией даже печеньки она технологичная компания да да потому что даже объявление вам надо напечатать на повесить на доску консьержа на принтере причем хорошо его сверстать это тоже важный момент вот то есть это важно да я верю что фейсбук вконтакте которые предлагают варианты для предпринимательской деятельности в том числе решения где вы можете открыть интернет-магазин мальчик будет работать я верю что амазон станет номер один ритейлером в мире в мире в мире да именно ритейлером которым будет продаваться это все и сейчас амазон больше работает средним бизнесом азон предлагает в том числе для размещения своих товаров копирует азон копирует амазоновскую модель в хорошем смысле валберис предлагает да то есть если вы делаете что-то поделки да какие то да спокойно можно на них разместиться да вы можете у вас уже есть витрина да у вас есть витрина нет смысла лезть в пятерочки не знаю куда там еще вот а второе меняется там отношения вот допустим сейчас модель которая запускает запускала ведущий фэшн ну mass fashion да вот точнее fast fashion это известный термин не знаю если вы знакомы это это когда цена у фэшн у массового моды создается такая что потребители могут очень часто покупать ее а сейчас задумались ведь компания о создании вообще подписки на каталог H&M допустим да по сути да H&M ZARA это как дорого fast fashion да подписывает то есть это там будет своя конкуренция вы вы предприниматель вы как-то делаете свои слизистые вещи вы создаете вот это раскрашиваете рынок стандартизированный и делаете возможность быть каждому человеку который пользуется вами чувствуете себя немножко по-другому то есть подумайте на модели не отказываться ну то есть ну что еще коммуникации старайтесь коммуницировать напрямую достучаться до клиентов все таки старайтесь общаться и поддерживать контакт с вашими людьми вообще одна из моих рекомендаций любому бренду сегодня вне зависимости от размера да это постоянный диалог со своим клиентом со своим потребителем именно диалог да и вы в КСД в который вернемся если мы назад к процессу да вы начинаете этот диалог да вот первый опрос анализ своей идеи начинаете этот диалог да что-то закроется сразу что-то пойдет дальше этот диалог вы постоянно будете увеличивать количество людей в диалоге понятно что здесь как раз технологии вам понадобятся не старайтесь еще один совет как запустить стартап дома не старайтесь торопиться заводить обзаводиться сложными системами типа CRM там планирование процессов то есть project management и так далее пока идеи нужно начать с простых вещей да вы находитесь в состоянии идеи да поэтому вам нужно вот так за шагом двигаться к тому что когда у вас пойдут наложенные налаженные процессы кстати вот Роман ты знаешь что такое стартап стартап что это такое да что это так можешь дать определение условно давай я попробую ну конечно слушай ты меня прям поймал на полулю на подлете стартап это ты пока погуглишь я посплю да 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 не надо гуглить я смотрю с твоими глазами стартап это потенциальное предложение рынку своей идеи или людям ну ладно ладно сразу там нет подожди согласись стартап это идея упакованная в какое-то возможное что-то для предложения и тестирование его на аудитории ну хорошо дай свою версию во-первых стартап это организация если мы возьмем организация ταν методологии это организация это организация да временно организация созданная для тестирования и формирования масштабируемой бизнесмодели но организация в моем лице тоже может быть получаете организацию но это может быть один человек окей да но это не идея да и идея да и идея она sociedad это не это десятила Это нечего для тестирования идеи. Давай, давай, Шевска. Временная организация, она может состоять из одного человека, созданная для тестирования и формирования масштабированной бизнес-модели. Это вот такой официальный Стив Бланковский, Стива Бланка. Если вы не знакомы с Стивом Бланком, это один из таких гуру, признанных гуру в области стартапа делания. К счастью, я лично знакомый был с Бобом Дорфом, он приезжал ко мне на бизнес-завтрак. А я у него слушал лекции его, поэтому мы с тобой один-один в этом отношении. Кстати, можете посмотреть, у Стива Бланка есть очень неплохой бесплатный курс по запуску стартапов. Unfortunately, it's only in English. На английском, возможно, уже можно найти стезис с субтитрами, и он там ведет видео, задания дает и так далее. Можете попробовать, как вариант. Окей, смотри. Ты понял, что такое стартап, да? Да, это организация для тестирования идей. Подожди, временная организация. Еще раз, это очень важно. Временная организация, созданная для верификации, тестирования, верификации, масштабируемой, тестирования и создания масштабируемой бизнес-модели. Все ложится. Да, потому что это очень важно. Стартапы, это не маленькая копия больших компаний. Это проблема многих, особенно middle и top менеджеров, которые привыкли двигать масштабными людьми, миллионами процессами, подписывать приказы, бюджеты. То есть тут остается, логика все равно остается, она предпринимательская остается, но задача стартапа именно то, чтобы нащупать эту... Ну ладно, я буду рассказывать пока. Звонок телефонный прервал. Надеюсь, у меня ничего не будет. Забыл отключить. Вот, то есть это очень важно, да. То есть мы входим в турбулентный достаточно этап. И, кстати, возможно, будет интересная книга для многих. Она очень хорошо ложится на сегодняшнее время. Это издали мои друзья из бизнес-школы АМИ. Она называла... Это книга... Боже мой. Зона турбулентности, по-моему, называется. Это, боже мой, как же его. Напишешь в комментарии, Сережа. Да, я напишу в комментарии. Да, это очень интересная книга. Она описывает как раз состояние сегодняшнее. Важно понимать, что там очень много начинается куча теоретических вещей. Я читаю лекцию маркетинга инноваций. Как раз вот сейчас у меня идет курс в физтехе, да. И вот мы разбираем как раз этот путь создания, изучения рынка, анализ его. Значит, разберитесь. И почему я говорю разберитесь? Не надо пока ничего делать, да. Я честно вам скажу по своему опыту. Я год продавал продукт, которого не было. Для инвесторов, да. Я надеюсь, что я все-таки запущу. Сделаю в следующем году. Он, кстати, ложится очень хорошо в новые тренды рынка. То есть поймите, что будет. Это важно понять, что почувствовать рынок. Рынок будет какой? Больше людей будет работать удаленно. Соответственно, это трансформирует много сфер. Мы будем общаться. Мы будем ходить в рестораны. Я в это верю. Я думаю, будет какой-то праздник. Праздник возврата в рестораны появится. Вот. И так далее. Мы будем общаться. Мы будем ходить в театр, в кино и так далее. Это все будет. Но, с другой стороны, мы будем работать по-другому. Мы научимся работать по-другому. Большое количество. И кто-то поймет, что дома никогда больше людей работать не будут. И это тоже результат. Да, это тоже результат. Кто-то поймет, что наоборот, нафиг этот офис дома спокойнее и так далее. Это каждый решит для себя, но это будет уже другой мир. В любом случае, да. Итак, выписали идеи, разобрались с этими идеями, где могу, где не могу, чего не хватает. Отобрали из большого списка шорт-лист 3-5 идей, протестировали их на друзьях, чтобы они вам промыли мозги. Не обязательно отказываться от той идеи, которую критикуют все друзья. Кстати, иногда... Это и есть самое интересное. Да, может быть, самое интересное. То есть вам надо почувствовать. А дальше мы начинаем уже брать одну идею. Именно одну идею. И начинаем с ней более серьезно работать. Вот уже начинаем формировать бизнес-модель. Есть такой инструмент, как Canvas бизнес-модели. Я вам даже могу скинуть ссылку. Отправляю вас к Александру Астервальдеру, к его книжке. Ну, в принципе, эта же книжка разбирается и у Боба Дорфа с Силом Бланком. Они используют, в принципе, эту маду. Где вы сможете описать, уже декомпозировать свою идею, первые шаги бизнес-процесса. Это описание ценностного предложения. То есть вы начнете. Вот когда вы составите этот Canvas, вы опять идете к твоим уже не друзьям. Друзья, простите. Друзья, спасибо твою критику. Ты мне уже помог? Дай мне еще трое друзей, чтобы они мне помогли. Я представляю это безумно. Я сейчас КАЗДЭФ. У меня реально как день валится парочку вопросов про КАЗДЭФ. Вот реально люди по тому, чтобы проанализировать. Оно то, не то. Да, вам придется потратить много времени в переписке, в бумажках, постоянно меняя этот Canvas, перестраивая, переформатируя слегка свою идею. Для чего это надо? Для того, чтобы когда вы почувствуете стоп, я нащупал или нащупала эту идею, теперь надо приступать к делать сайт или сам продукт попытаться создать. После этого вы убедились, что да, то, что вы придумали, оно действительно имеет спрос, но хотя бы так. Вариант, тебе это полезно? Полезно. Ты бы купил? Ну, если бы это было, я бы, может быть, купил. Понятно, что из этого количества 10% все купят, но это не страшно. Это как минимум подвигнет, вам даст более четкое понимание того, что делать. Потому что идея, родившаяся в вашей голове, это точно не продукт, который получит клиент. Спасибо тебе большое. Да, это нормальная практика. Опять же, я без обид ко всем тем, кто любит придумывать идеи. Идеи ничего не стоит. Идеи и продукты, да. И они одновременно приходят к многим людям. Да, патент ничего не стоит, пока вы не превратили его в продукт, потому что... Дело в том, что реально до рынка доходит всего лишь 0,8 зарегистрированных патентов. 0,8% зарегистрированных патентов доходит до рынка. Сереж, спасибо тебе большое. 30 минут наши с тобой пролетели просто незаметно. Я хоть посидел, помолчал, отдохнул все эти 30 минут. А можно было так, что ли, что ты говоришь, да? Я с удовольствием послушал тебя. Я абсолютно полностью, вот как бы, знаешь, сейчас в голове представил эту многоходовку. Идеи, аналитика, спрос, customer, journey map какой-то там, для того, чтобы посмотреть, как ты с этим идеей взаимодействуешь. Действительно ли это получается? Будет ли это пробовать? Раньше Боб Дорф говорил, поднимайте свои задницы, идите из кабинетов на улицу, спрашивайте клиентов. Да. Теперь мы не можем, но теперь у нас есть полно, там, соцсети, все остальное, спрашивать можно и там. Skype, Zoom, идите, если вы хотите за рубеж, LinkedIn, у вас реально безумное количество. Абсолютно. И люди готовы общаться. Потому что у нас нет пока иного возможностей. Первое, что мы с тобой сделали, мы дали возможность ответить на вопрос, можно ли дома запустить стартап, а стартап, это временная организация для верификации, реализации, масштабирования идей, да, можно. Для этого нужно пока освободившееся от дороги на работу время, использовать то, чтобы ты подумал, задал вопрос, что ты любишь, что ты давно хотел сделать, и вокруг этого что-то покрутил. Начал анализировать, да. Да, мы, может быть, даже с тобой через недельку-другую продолжим, потому что скорость изменений реальности вокруг нас такая высокая, что неизвестно, что произойдет в ближайшее время. Да, давай так и сделаем. Спасибо тебе огромное. Кате, большой привет. Спасибо тебе. Всем огромный привет. И хороших бизнесов. Да, и ребята, берегите себя. Да, пока. Пока.